Формула Смысла 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 Вот по поводу того, что в Турции интересует мнение Африки, как это выражается на практике, что об этом пишут, об этом говорят, об этом какие-то аналитические статьи появляются? Да. Приблизительно процентов 20 турецких публикаций, то что я вижу, они посвящены реакции Африки на то, что происходит сейчас в Палестино-Израильском конфликте. Хотя урегулирования нет никакого урегулирования, конфликте. С разделением на суп-регион Северная Африка и Черная Африка, Африка южнее Сахары. Между Турцией и Африкой установили за последние годы очень серьезные отношения. Товарооборот вырос в 6 раз, турецкий экспорт в Африку вырос в 8 раз всего за последние два десятка лет. Турция представлена во всех странах, почти во всех странах Африканского континента, увеличив число своих дипломатических представительств в 3 раза при Режепи-Тайпе и Эрдогане. Посмотрите, только что завершился, мало у нас об этом говорили. Форум Турция-Африка, деловой форум, очень прошел с большим представительством официальных лиц африканских. Огромное количество представителей бизнеса было. На ежегодном форуме в Анталии, который в Турции проходит дипломатический форум, значительную часть занимают лидеры так называемого глобального юга. Это Африка, это Ближний Восток, это Юго-Восточная Азия. Так что интерес к Африке большой, не только у нас. Когда говорю эти примеры, я имею в виду, что не только мы интересуемся позицией Африки, не только мы, скажем, стараемся их привлечь на свою сторону, не только мы рассуждаем о глобальном юге, но и все остальные страны мира тоже. Это глобальная тенденция. Европейская политика, европейские политики до того измельчались, что они никого не интересуют, эти карлики. В Турции уже никто на них не смотрит, не цитирует. Американцы интересуют только своими авианосными группами, куда они кого направили, ну да, это еще интересует. Но опять же, американцы в той же Турции воспринимаются, как, знаете, такая большая пушка, просто из которой надо уметь стрелять. Ну или мины, которые надо время от времени разминировать. Ну не более того. То, что там, кстати, геронтократия, что там нет никакой демократии, все уже в Турции достаточно хорошо поняли. Так что да, это новая тенденция. И обратите внимание, вот если сейчас российско-украинский конфликт поставить, палестино-израильский конфликт поставить, вы посмотрите, как разделились страны мира и там, и там по поддержке той или иной страны. Мы, я полагаю, найдем много интересных схожих мест. Да, я тоже на это обратил внимание. Ну вот, что касается самой Турции, вы, Иван Игоревич, уже говорили в эфире нашего телеканала, обсуждали о реакции Турции на ближневосточный кризис и израильско-палестинское вот это обострение. Но я так понимаю, что тоже мнение и риторика меняется, да, от такой настороженной все-таки в самом начале конфликта и такой немножко отстраненной, все-таки сейчас мы видим там и демонстрации, в которых, кстати, принимают участие близкие родственники, да, там Эрдогана, вот, в поддержку Палестины и все больше и больше и риторика самого Эрдогана и других политиков по отношению к тому, что происходит вокруг сектора газа, в общем, становится более, ну, таким все-таки пропалестинским, я бы сказал. Изначально Турция, конечно, занимала пропалестинскую позицию. Это аксиома турецкой внешней политики при Режепе Тайпе и Эрдогане. Напоминать не надо. Дело Флотилии Мира, когда шли на прорыв сектора газа и скандал на форуме в Давосе, с которого Эрдоган ушел и обещал никогда не возвращаться, это все вокруг Палестино-Израильского конфликта. Понятно было изначально, что сердце, вот выразимся пока аккуратно, сердцем Турция с Палестиной, но Турция потратила, с другой стороны, большие усилия на нормализацию своих отношений с Израилем, и это достаточно плодотворные для Турции отношения. И в торгово-экономическом смысле, и с точки зрения израильского туризма, с точки зрения еврейского лобби влиятеля в Соединенных Штатах Америки, через которое Турция пытается влиять и на инвесторов, и на американские власти. Так что сжигать мосты Турция с тем же Израилем, она не настроена. Давайте честно, сейчас не 2000-е годы, сейчас 2020-е годы, и Турция будет искать такую модель, при которой ее риторика или те или иные ее шаги не приведут к разрыву отношений с Израилем. Такую модель, в принципе, она отработала и отработала на том же российско-украинском конфликте, когда сердцем и душой Турция поддерживает Украину с одной стороны, но при этом держит все переговорные площадки открытыми, взаимодействует и с Россией, и с Украиной, достаточно неплохо с Россией взаимодействует. Вот приблизительно такой формат она пробует реализовать сейчас в Палестине. Что касается внутренних всяких выступлений и прочее, но это такой котел, в котором такое сейчас давление, что этот пар надо как-то стравливать. Поэтому никуда от этого не деться. Я не думаю, что это очень сильно вот эти протестные акции, инспирированные сверху вниз. Это скорее давление идет снизу вверх. В Турции, в конце концов, огромное количество некоммерческих организаций, и в том числе политического толка, в том числе пропалестинских. И понятное дело, что они будут так или иначе выходить на улицы. А попробуй ты им запрети проведение подобного рода мероприятия. А попробуй не присоединись. Потому что как ни крути, демонстрировать свою поддержку сердцем Турция будет, отправлять гуманитарную помощь в Египет с тем, чтобы через Египет доставлять газу Турция будет. А вот на большее, на какое-то серьезное, допустим, военное вмешательство, я полагаю, что нет. Турция сейчас, она проводит опять же ту же самую свою политику третьей стороны, идеального миротворца, который в состоянии разговаривать с Израилем и с Палестиной. Вот для нее наиболее выигрышная позиция. Подчеркну, сейчас в регионе идут такие тектонические сдвиты, такие плиты двигаются влево-вправо, что может не только ногу придавить, но и все остальное. Я думаю, что Турция очень осторожно здесь дипломатию будет проводить. Да, ну, мне кажется, что еще многое будет зависеть, как дальше будут развиваться события, потому что вот это давление снизу, оно ведь не только в Турции. Мы видим это давление и не только, кстати, в странах мусульманских, но и там в той же Великобритании, в Германии или во Франции, или в Бельгии. То, что мы видели вот на прошедших выходных, да, все эти истолкновения, и огромные манифестации. И чем жестче будет действовать израильская армия, ну, я думаю, что тем сильнее будет это давление снизу. Но вот что меня интересует, так это вот с точки зрения информационной, насколько, ну, в той же Турции потерян или не потерян интерес к событиям на Украине. Потому что, ну, раньше там это и зерновая сделка, и, да, там, и участие все-таки военной техники Турции в этом конфликте. И много об этом писали, и вот можно было смотреть, там, обзоры турецкой прессы довольно часто об этом и довольно подробно писали. А вот с возникновением другой такой точки, да, напряженности, которая ближе сейчас многим в Турции, оно как-то ослабел этот интерес к Украине и к украинскому кризису или нет? Ну, на короткосрочную перспективу полагаю, да, тем более, что и Турции, да и всем остальным стало понятно, что быстрых результатов там не будет, что там идет затяжная война. Турцию сейчас интересует этот конфликт вот только постольку, чтобы все-таки удержать баланс между Украиной и Россией. На российском направлении их интересует создание газового хаба. Прежде всего, газового хаба и привлечение российских денег в турецкую экономику. Вот недавно прошла буквально на днях российская энергетическая неделя, ой, о чем они там говорили. Я второй атомной электростанции Синоп после атомной электростанции Аку, которую может Россия построить. Я в возобновляемых источниках энергии и о том, что до конца года надо согласовать газовый хаб. Вот в каком месте здесь активное участие Турции в украинском конфликте? Ну да ни в каком. Все то же самое. Душой Турция может быть с Украиной, поддерживать ее территориальную целостность, отправлять какие-то гуманитарные грузы, может быть что-то из военной техники дадут, но таким образом, опять же, прощупывая почву, чтобы не сжечь отношения с Москвой. Ну вот, собственно, и все. А так эта история на долгие годы. И, кстати, обратите внимание еще на одну вещь, что товар оборот в 2022 году и, судя по всему, в 2023 году, по сравнению с прошлым, у России и Турции вырос в два раза. Вот только что Матвиенко дала цифры по этому году, уже 60 миллиардов. В пиковые годы Россия и Турция было 30 миллиардов. Это пиковые годы. До кризиса глобального 2008 года с тех пор там было 25. Сейчас уже под 60. А ведь это же все. Поставка турецких товаров на российский рынок. А это еще статистика не учитывает торговлю услугами. Надо еще посмотреть, как турецкие строители компании, к примеру, себя на российском рынке чувствуют. Так что там все понятно, там это все уходит в затяжную какую-то историю с какими-то пиар-акциями вокруг зерновой сделки. Это неинтересно. А вот то, что сейчас происходит, палестино-израильская история, какая будет, вот на нее пока прогнозов крайне мало. Вот куда это все вырули? Самое главное, третьи страны оказываются туда вовлеченными или нет? Будет ли Израиль проводить сухопутную операцию или нет? Втянулся ли туда американцы или нет? И вообще, как будет выглядеть Ближний Восток после того, с 7 октября, которое случилось? И пока никаких прогнозов на сей счет ни у кого нет. Пока все только следуют за ситуацией. Пока они ее не опережают. Так что все внимание сейчас на палестино-израильские конфликты и так будет в обозримой перспективе. Не случайно Зелецкий так забегал, что ему срочно в Израиль надо, чтобы хотя бы себя как-то продемонстрировали, чтобы про него не забыли. Но это же понятно. Весь прожектор, хотел сказать, перестройки, весь прожектор, кстати, перестройки, между прочим, весь прожектор глобальной перестройки сейчас направлен как раз-таки в сторону Израиля, палестино-израильского конфликта. Там может вообще переформатироваться регион. Да, вообще региональные страны очень серьезно озабочены тем, что будет происходить. Я так по понятным причинам внимательно слежу, допустим, что говорят и пишут в Грузии, да, вот про международную геополитическую эту обстановку. Надо сказать, что вот из стран, которые однозначно поддержали израильскую сторону, это власти Грузии. Да, вот они прямо однозначно, без всяких оговорок были, значит, на стороне Израиля. Но это сказывается там давнишние отношения Израиля и Грузии, и особенности взаимоотношений, я бы даже сказал, народной дипломатии здесь. Вот, но с другой стороны, если послушать людей, которые геополитикой занимаются, и это касается, кстати, вообще всего региона Закавказья или Южного Кавказа, как его принято называть, потому что этот регион, ну, многим незнакомым с географией людям кажется, что это далеко. На самом деле это очень близко. И связи региональные настолько близки, и расклады так сильно завязаны на том, что происходит, потому что может быть вовлечен Иран, может быть в какой-то мере Турция, да, там, Сирия и так далее. И это может привести к очень серьезным изменениям, в том числе и на Южном Кавказе. Я думаю, кстати, в Турции по этому поводу тоже думают, ну, как озабоченные, в общем, тем, что происходит на Южном Кавказе. Южный Кавказ, да, вы правильно заметили Грузию, но вы не упомянули Азербайджан. Вот интересно, между Россией, между Турцией и Азербайджаном, вот это действует их слоган, два государства, один народ, а вот все-таки Азербайджан-то оказался с Израилем, а не с Панестины. Вот это такая, вот это такая точка, да, достаточно фундаментальная, расхождение между Турцией и Азербайджаном. И, кстати, поссориться они могут из-за нее. Опять же, как пойдет, как дело-то пойдет. Вот, так что Южный Кавказ тоже раскалывается сейчас по своему отношению к повестивому израильскому конфликту. Сейчас новые границы, опять же, проходят. Кстати, ну, повторюсь, они интересным образом могут повторять или как-то пересекаться с теми границами, которые возникли в российско-украинском противостоянии. И они могут действительно стать такой поворотной точкой на Южном Кавказе, потому что что будет, если завтра Иран втянется на стороне Палестины, а Азербайджан втянется, к примеру, на стороне Израиля. Израиль же очень сильно помог Азербайджану в деле перевооружения его армии, в деле возвращения, или как правильно сказать, реинтеграции Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Израиль был первый же союзник, один из первых, ну, первый Турция, понятно, но Израиль очень сильно помог Азербайджану. Я думаю, Азербайджан это помнит. Да, ну, тем более, вот у нас даже в информационной ленте сейчас идет сообщение о том, что Иран предостерег Израиль от наземной операции, в противном случае грозит, что он может вмешаться во всю эту историю. И это грозит региону действительно очень большими проблемами, очень большими проблемами. Я бы еще вот на что обратил внимание, если мы уже о Южном Кавказе заговорили и об Украине, и ее позиции. Это недавнее выступление Зеленского, было оно там посвящено, где-то в Норвегии, по-моему, проходило мероприятие, и он там коснулся как раз Южного Кавказа, а конкретно Грузии. Он сказал о том, что это в очередной раз было сказано, но на этот раз именно президентом Зеленским, о том, что Грузии есть возможность, значит, в новых сложившихся обстоятельствах вернуть, да, свои утерянные территории. И прямо было сказано об открытии второго фронта, он так это и назвал. Ну, как говорится, Зеленский продолжает набрасывать всякие сюрреалистичные идеи. То, что вот лично я вижу в Грузии, я вижу, в общем-то, сильно больше здравомыслия, чем было при Саакашвили. Восстановление авиасообщений между Россией и Грузией, да, вообще та теплота, с которой в России и Грузии традиционно относятся, вот это проявляется очень и очень во многом. И вот это здравомыслие, оно, вообще-то говоря, удерживает сейчас Грузию от каких-то необдуманных шагов. Я так полагаю, что в Грузии посмотрели на то, что сейчас происходит на Украине, Армения, опять же, под боком, которая играет на грани такого фола, что там вообще тоже непонятно, к чему это все вырулит. Уже вот Европейский Союз обещает ввести санкции против Азербайджана, если Азербайджан пойдет брать отдельные регионы Армении, к примеру. То есть Грузия на все это смотрит, понимая, что вообще-то говоря, ее пути с Россией, то, что было в 2008 году, это была американская провокация. Все вопросы можно было решать и нужно было решать с Россией за переговорным столом, а ни с кем бы то ни было еще. Так что Грузия отчасти, хотя отчасти, но она все-таки больше радует, чем даже Армения, как-то не парадоксально. Хотя именно Армения это член Евразеса, Армения это член ОДКБ. Да, но пока, во всяком случае, так, последние новости, ну вот и не участие премьер-министра Армении, хотя, в общем, наш президент объяснил это тем, что, ну, не до поездок сейчас премьер-министру Армении, но все-таки те заявления, которые делались, они на грани фола, я здесь с вами согласен. А главное, даже не, ладно бы слова, слова там разные произносятся, а вот действия, да, тот же римский статус, который, да, там сейчас уже все окончательно ратифицировали, это постоянное, значит, игнорирование процессов и форумов Евразеса и ОДКБ, в общем, там все может закончиться действительно печально, здесь, Иван Игоревич, я с вами абсолютно согласен. Ну и уже у нас там времени там полторы минуты остается, но хочу все-таки спросить, вот до выборов, да, вот, которые Эрдоган там выиграл, много говорилось о том и строили предположение, так или иначе будет себя вести руководитель Турции. Вот на ваш взгляд все-таки поменялось что-то в этом направлении, да, там Эрдогана, то, как он руководит Турцией, куда он ее ведет или нет? Нет, не поменялось. Он попытался, в общем-то, использовать площадку НАТО для того, чтобы переформатировать свои отношения с Западом. Предсказуемо сделать у него это не получилось. Сейчас он продолжает оставаться таким, такой вот персоной, сложной персоной на Западе, его ни там не воспринимают. Американцы не ведут с ним субстантивные переговоры. С американцами он закусился по Сирии. Посмотрите на сбитый беспилотник американцами турецкий и на резкую реакцию, когда они отбомбились по силам народной самообороны в Сирии, которые поддерживают американцами. Он закусился очень сильно с Европой и сейчас строит свой новый турецкий мир, тюркский мир. И здесь, там, там, Западу места нету. И с Россией пытается развивать отношения. Но, опять же, замечу, как сегодня во всей передаче мы говорили, в рамках вот этой позиции третьей силы. Геополитические сдвиги идут, надо ими пользоваться. Спасибо большое, Иван Игоревич, Иван Стародубцев в телеграм-канал Турция. Это...